Всем привет-привет, с вами Флэшка, и это Женские Игры, и мы продолжаем развлекаться с гномиками. Да, кто-то там возмущался у меня в комментариях, гномики, гномики, не нравится, как бы, вы знаете. Собственно, что я натворила, вы по карте можете видеть, кстати, карта М, нет? Карта, почему ты не открываешься? Ну, в общем, вы видите, как я накопала, тут совсем чуть-чуть не успела докопать, волна пришла, просто рычат невероятно. И что я хочу с вами сегодня поделать? В комментариях выдвигали теорию насчет использования Тесла-башни, потому что вот здесь у меня стояли Тесла-башни, их разбили. Потом я сделала, сейчас я покажу вам, что я сделала, я сделала вот такие, как они называются, мостики, то ли что. Где же они, где же они? Вот такие мосты из бревен, тоже их достали. Сегодня я хочу сделать, как бы вам сказать, как бы вам сказать, я хочу сделать коробку из стен, но стены сделать вот такими, такими вот тонкими, вот так, не цельным блоком, а тонкими. И попробовать, будет ли башня с этим справляться. Давайте скажем гномам, что нельзя покидать дом. Выбрать гнома под контроль. Поставлю вот здесь портал, потому что здесь у меня всегда появляются гномы. Я надеюсь, я там не свалюсь никуда. И гномам просто пойду в портал. Он у меня такой медленный, такой вообще красавчик. Здесь немножко расширю территорию, потому что там уже очень мало места. Теперь леса, леса, леса. Где-то так, где-то так. И, собственно, отсюда уже будем строить. У меня здесь на контроль есть стена. Это ты задник поставил, да? Хорошо. Мы сделаем коробочку. Такую 3х3х3. И, собственно, от нее уже будем плясать. Да, он медленно строит. Сейчас я скорости прибавлю. Не люблю я на вот этой медленной скорости. Вот так вот сделаем. И вот так вот. Ну, сейчас я немножечко построю и вернусь к вам через секундочку. И вот теперь в этой чудной коробочке построим башенки. Башенки, конечно же, 3-го тира. Да, песчаная буря не страшна башня. О, у меня еще тут камнями забросало. Отлично. И посмотрим, как это счастье будет работать, когда наступит волна. А сейчас у меня основная проблема, что как бы здесь волна появляется отпустить. Понятно, ты не знаешь, что делать. Давай я тебя все-таки возьму под контроль. Сделаю здесь портал. И отправлю тебя вот так домой. Вот. И расскажу вам, в чем проблема. Проблема в том, что здесь портал появляется у магазина. Это не сильно меня волнует. Пускай себе появляется, пускай себе они здесь тусят. Вот. Но здесь, так как я выкопала, здесь ему негде появляться. Поэтому я сейчас, наверное, сделаю здесь площадочку. Такую в блоках 10. И тоже забабахаю вот эту прелесть. Чтобы башенки их били. Зачем мне это делать, если мы уже подошли к завершению этой карты. Я уже говорила, что я хочу сделать ачивки на мультиплеер. Для этого мне нужна хотя бы одна карта с большим количеством гномов. То есть уровня 16. Я не знаю, до какого уровня мне хватит терпения. Но вот какого-то большого уровня мне бы хотелось карту. Поэтому я таким вот занимаюсь. И пока я это буду делать. Отпустить гнома. Я хочу создать еще несколько башен. То есть там было 9. И еще 9 давайте сделаем. Если эта методика себя оправдает, то я увеличу количество башенок вот в таких вот комнатах. Просто их расширю немножечко. Так что я сейчас уйду на паузу. Буду делать еще одно местечко для моих прибывших друзей-врагов. И вернусь к вам, когда будем уже их испытывать. Итак, мои комнатки-ловушки готовы. И тем более у меня, вот видите, отряд бойцов. Давайте скажем им, что хватит вот это делать. И так как у меня уже 4 комнаты из 5 открыто. Вот хочу вам показать. Есть центральная комната. Что-то ее не видно вот с вратами. Здесь один босик. Здесь где-то другой босик сидит. И здесь вот еще один. И я вам уже говорила, что на этой карте я бы хотела потусить с босиками по-честному. То есть убить их своими ручками, а не всякими взрывами и так далее. Так что я сейчас открываю и запускаю своих дружбанов. Пускай они вот так сделают. Да. Да, детка. Это замечательно. Это замечательно. Мы собираем все вкусняхи и говорим им идти домой. А кстати, вот эта штуковина просто лежала на полу. Таким же образом отправляемся к этому красавцу. Мои прелестные воины не получили там сильно большого урона. Насколько я поняла. И я тут не могу на него навестись. Вот так вот. В бой, мои дружбаны. Воу, воу, воу. Вы что, не поняли? Бить. Почему-то, невзирая на то, что босс был обозначен как главная цель, они сначала части гномов била этого глазика. Совершенно непонятно. Все отправляйтесь домой. Вот так вот, таким вот нехитрым способом. Давайте, кому надо, идите спать. Много ушло спать? Ну, некоторое количество ушло спать. И, как видим, башня слишком высоко. Она не достает даже до этих. Видимо, я ее слишком высоко поставила. Здесь пониже будет. Посмотрим, какая из них сработает лучше. Ну, что у меня здесь деревья такие высокие выросли. А не поставить деревья, все торнадо сносит. Он даже не знает, что делать. Видимо, видимо. Вот поэкспериментируем на этой башне. Итак, у меня спит раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть гномов. Ждем. Пока они спят и мило похрапывают, я вам покажу, как они у меня одеты. Но это, как бы, бедненький вариант. А в основном это полная золотая броня и какое-то мифриловое оружие. У меня пять... Нет, сколько магов? Один. Так, в начало. Сколько у меня магов? Один, два, три, четыре. Да, пять. Пять магов. И раз, два, три. И три лучника. Все остальное. Пять магов, три лучника. Это восемь. Значит, еще пять у меня мечники. Вот в таком вот нехитром обмундировании. Забавные такие дружбаки. Как вы видите, выносят очень хорошо. Сейчас вот остальные проснутся. И мы пойдем еще вот этому нижнему наваляем. Он здесь вообще один одинешник стоит. Давайте сразу откроем сюда портал. На него наведусь, что его надо атаковать. И выпустим наших дружбанов. А, здесь не очень удобно с ним драться. Совершенно неудобно. Мечники. Воу, воу. Мечники не могут к нему добраться. Видите, в темноте я не увидела, что здесь склон. Я думала, что здесь ровная поверхность. И это была моя тактическая ошибка. Да, моя вина. Простите, ребята. Отправляем их всех домой. Что, ползать не умеешь? Давай. Ой, упал один. Ты чего, дружище? Домой иди. Не, в портал. Вот так вот. Красавец. И, в общем, те с волны, видите, до следующей волны. Такое впечатление, что они все задеспаунились. Верну-ка я свои решеточки немножко. Или здесь оставить. Так, еще чуть-чуть до волны осталось. Буквально две минуты. Так что, можно сказать, мы им поспать. И ждем, когда начнется волна. Итак, еще несколько секунд. Я затарилась поушинами. И первый портал открылся здесь. И, как видим, башни ничего не делают. Совершенно ничего. Абсолютно. Они через эту стенку ничего не делают. Так что, кто мне советовал вот такой вот вариант, видите, оно не работает. Или же объясните более детально, как оно должно работать. Потому что вот этот вариант не работает. Что еще я хотела сделать? Ребята, что я хотела? С вашего позволения убрала звуки. Я хотела сделать еще одну ачивку. Появился новый предмет. Как вы знаете, так, это все хорошо. Появился новый предмет, такой, как хранитель душ. В который помещаются души умерших гномов. Вот, собственно. И эликсир манный, мифрил, хрусталики и яйцо дракона. Я уже делала попытку добыть яйцо дракона. Я где-то вот здесь, видите. Сделала платформочку. Спустила туда гнома. Пыталась снять киркой. Всем, чем только можно. Не снимается. Я не могу понять, как его добыть. Если вы знаете, как добыть яйцо дракона, то напишите мне. Видимо, может, его надо вот в самом начале. Вот, как только его отложили или что. Ну, когда оно уже так интенсивненько прыгает, то его добыть невозможно. О, а здесь они себе сделали мостик, который я возьму и вот так вот разрушу. До свидания. Потому что ибо нефиг. И вот здесь тоже можно так сделать. До свидания. Не сработала эта тактика. Так что не будем сейчас этим заниматься. Давайте сделаем вот этот хранитель душ. И как же получить яйцо? Я его просто куплю. Оно должно быть где-то здесь. Нет? Я его точно видела. Может, здесь? Вот. Яйцо. Буквально 10 золота. Я куплю одно. Заберу. И давайте создадим. Вот. У меня появилось яйцо. Что на нем написано? Это редкий и труднодоступный алхимический ингредиент. Собственно, это как и вся информация, которая из сети. Где же наша эта штуковина? Вот наша штуковина. Яйцо. Эликсирманны. Мефрил. Я по глупости весь мифрил переводила в слитки. А на башне мне все-таки надо сырой мифрил. И зелененький. Та-дам! Мы его скрафтили. И давайте посмотрим, где же можно эту фиговину поставить. Что-то даже не вижу. Что? Не-не-не. А, вы это... Почему оно не... А, вы его еще не скрафтили, поэтому не можете его никуда поставить. Еще бы я знала, куда бы его поставить. Смотрите, дверь. Дверь пинается, но ее никто не пинает. Нет-нет-нет. Использовать. Забавно. Дверь пинает, но... На самом деле ее никто не пинает. К сожалению, к сожалению, вот башни так вот. И мне кажется, что я их даже снести отсюда не смогу. Я вот не помню, сносятся они или нет. И... Настройка атакована. Постоянно атакована. Я не понимаю, как этого избежать. Давайте. Удалить мастерскую. Да кем она атакована? Серьезно, сейчас сломают? Сейчас сломают, но не видно, кто ее ломает. Сноси. Что-то вам плохо, да? А куда вы хотите идти? Что-то странное творится с гномами. Итак, давайте поставим эту... Куда ты... И вот что он сделал? Ты, самоубийца! Иди в дом! В дом иди, я сказала! Они все такие! Пожалуйста, в дом, друзьяшки! Что вы творите? Здесь еще муравьи есть. Так, башню хотя бы поставили? Поставили. Вот теперь, когда гном будет умирать, он будет отправляться сюда. И как-то, как-то, я даже не знаю как, его можно будет воскресить. Давайте посмотрим, есть ли в магазине зелье воскрешения. Сколько оно стоит? Да, зелье воскрешения есть. И оно стоит 5 золотых. Ну, не очень много. Но у меня есть одно зелье воскрешения, которое я получила за мультиплеерную игру. Теперь давайте отправимся сюда и повоюем с предпоследним босиком. Так, выбрали его. Натравили. Вперед, друзьяки! Давайте, вы сможете, я в вас верю. Заморозка работает просто на отлично. Все хорошо, все хорошо. Мы всех убили. Отлично. Вы все собрали. Просто замечательно. У меня еще книжки, книжки валяются. Как же мне найти последнего босика? Последнего босика. Итак, чтобы найти последнего босика, мы воспользуемся с вами заклинанием компас, которое стоит 10 манны, кстати. Ни много, ни мало. И оно нам подкажет, где еще есть скрытые комнаты. Давайте воспользуемся им. Вот так выглядит. И стрелочка нам показывает, в какую сторону же нам двигаться. Остановись ты уже. В эту сторону надо двигаться. И главное, она подсвечивает территорию вокруг себя. То есть... Окей. Слишком далеко. Так что мне прям вообще тыкать-тыкать? Рядышком-рядышком. Хорошо. Где-то в эту сторону нас двигают. Да, все еще сюда. Новейшая технология. Спасибо. Спасибо. Закрыли мы с вами еще одну ветку. Почему далеко? Нормалек. Эх. Ну. Не хочется здесь тыкаться. А, у меня недостаточно манны. Я такая тык-тыка. Оно недостаточно манны. Хорошо. Давайте скушаем манны так, чтобы по полной было. И отправимся дальше сюда тыкать нашим компасом. Но это, конечно, скрытая комната, но не та, которая мне нужна. Итак, смотрим на последнее вниз. Это? Это тоже скрытая комната, но не та, которая нужна. Вот так. Вот так мы будем переводить с вами ценнейшие запасы манны бутылочек. Кстати, здесь много серебра. И это очень круто. Я даже сделаю вот так. 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 Еще опять недостаточно манны на заклинание. Хочу серебро собрать. Потому что вот с серебром это единственный ресурс, с которым у меня проблемы. Так. Так, это я железо взорвала. А здесь еще чуть-чуть серебра. И вот таким вот нехитрым способом это все вернуть в инвентарь. Поехали искать дальше. Вот, кажется, оно. Нет, не оно. Тоже секретная комната, но не та, которая нам нужна. Итак, теперь стрелочка показывает вверх. Да? Очень долго она настраивается. На самом-то деле. О, кажется, оно. Опять мана закончилась. Блин, уже третий раз пью. Это очень дорогие поиски. Просто выкопать намного дешевле, чем вот так вот вшастать по закромам. Да. Ну, нет? Нет. Во-первых, еще и пирамида блокирует заклинание. Опять вниз отправляете меня. Да вы издеваетесь. Босик, ты где? Так, что говорят стрелки? Еще ниже. Хорошо. Что у нас с манной? Блин, много манной жрешь. Все равно ниже. Йо-хоу! Это самые длинные поиски, которые у меня когда-либо были. Серьезно. Так. Дернуть манной. И поехали дальше искать. Это тоже скрытая комната, кстати. Что здесь делают эти? Я здесь не была. Еще ниже показывает компас. Я что-то уже начинаю сомневаться. Он? Он? Или нет? Нет! Это тоже секретная комната, но не та, которую надо. Ребята, это просто крутотень. Я еще никогда так долго не искала босса последнего. Да, просто выкопать намного эффективнее. Но по времени намного дольше, конечно же. Потому что вот целую такую полоску выкопать у меня занимает где-то 45 минут. То есть от волны до волны. Боссик? Нет? Опять не боссик? Да что ж такое-то? Сколько скрытых комнат? А теперь куда? Теперь все равно в эту сторону. А здесь кто? Здесь тоже что-то живет, но не наш боссик. Просто замечательно. А теперь куда нас направляет компас? Да остановись ты уже. Мне кажется, он сам уже не знает, куда нам надо идти. Серьезно. Опа, а он не останавливается. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, видимо. Давайте тогда составим все куски, которые у нас есть. А сколько у нас кусков? У нас нету пяти кусков же еще. Или я ошибаюсь? Раз, два, три, четыре. У нас есть пять кусков, то есть нет никакого пятого босса. А как у меня получилось? Может такое быть, что я не глядя убила босса и просто не заметила? Если так, значит я очень сильно горда за своих гномов, что они убили боссика, а я даже не обратила на это внимание. Это просто круто. Это просто круто. Хорошо. Хорошо, восстановили. Создать следующий кусочек. Так что сегодня мы перейдем с вами на следующую карту. И я жду от вас в комментариях, хотите ли вы увидеть следующую карту с замечательными грибочками, с дивными чудиками. Это пещерный мир. Огромнейший. Мне кажется, что он глубже песчаного. Он немножечко уже, но глубже песчаного. Итак, следующий кусочек карты. Как-то странно получилось. Я столько манны потратила на то, чтобы найти несуществующего босса. Ау, ау, ау. Нет. Пожалуйста, пожалуйста. Не скидывайся. Не скидывайся. И нам надо два кусочка камня. Один кусочек мифрила. Золотишко. Хорошо, что серебро не берут. Голубой камушек и зеленый. Скрафтили. Та-дам. И дальше создать. Создать. Сталь. О, как хорошо. Вся выставилась. Два зелененьких. Вот если по диагонали, то почему-то выставляется хорошо. И последний кусок портала. Где же ты? Где же ты мой ненаглядный? Вот он, центральный элемент. Итак, сталь. Золотишко. Мефрил. Опять-таки камень. Синий и зеленый. Та-дам. Мы с вами прошли песчаный биом. Ну, я практически, как сказать, я где-то 60% его выкопала. Может, чуть-чуть больше. Сейчас одним глазком взглянем на следующую локацию. А на эту я буду возвращаться вот чисто для поиграть для себя, чтобы прокачать карту и иметь здесь очень много гномиков. Полетели. А можно этот процесс как-то ускорить? Нет. Вот, собственно, нам открыли уровень 4. Земля опасных пещер. Размер большой. А предыдущий тоже был большой. То есть по размеру оно должно быть такое же. Тип мира подземелья. Но мне почему-то казалось, что она намного глубже. Природные явления редкие. Типография горная. И сложность сложная. А пустыня была средней. Сколько мы играли на пустыне? Мы играли на пустыне 12, ну, практически 13 часов. На зимних землях 9, здесь 5. Видите, как растет количество времени. Ну, это потому, что я очень люблю покопать. Если есть любители не все выкапывать, только добраться, например, до уровня мифрила и вот так нижний слой снести, тогда это намного быстрее. Но я люблю все-все-все выкопать, так как там очень много денежки. Ну что ж, посмотрим на нее. У меня карта не обновилась. Вот, обновилась. Вы можете оценить глубину всего чуда. Вот такие есть витающие острова. Там спавнятся, если я сейчас увижу, что яиц нет. Пока что нет. Там птички делают свои гнезда. Вот это, собственно, ну, кусты это кусты, а вот это наши деревья. С водой тоже особых проблем нет. Можно дождик здесь призывать. А, у меня здесь только один водоем. А вот здесь платформочка. Мне кажется, что здесь будет вылезать такое огромное чудище и бабахать, бабахать будет, сотрясать нашу землю. Вот такое прекрасное местечко. И, 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 и. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы видеть еще и эту локацию. Вот, мне очень важно узнать ваше мнение. Потому что сильно по крафтам она не отличается. Хотя нет, хотя нет. Вру. По крафтам она отличается. Здесь появляется оружие огнестрельное. Порох, огнестрельное оружие. И я вот, я не знаю, насколько оно сильнее луков и посохов, которые есть у нас на предыдущих картах. Вот. Вот тяжелая винтовка и огненные заряды. То есть еще одна дополнительная ветка в довеск к предыдущим. И трансформация веществ есть, что можно что-то перекрафчивать в что-то. И вот здесь уже проблема с нехваткой серебра может компенсироваться железом. Вот как-то так. Ну что ж, ребята, мы с вами успешно завершили предыдущую пустынную карту, что замечательно. И я еще на нее вернусь, чтобы воскресить гномика и попробовать получить это достижение. И буду развлекаться в мультиплеере, надеюсь. На этом все. С вами была Флешка. И всем пока-пока.